Автоперевозчики в Усть-Каменогорске требуют незамедлительного повышения тарифа на проезд. Иначе обещают остановить общественный транспорт из-за нерентабельности. Сегодня крупнейшие автопарки города уже урезали количество автобусов на улицах. На остановках сразу же образовались толпы из тех, кто не смог добраться до пункта назначения. Подробности у Антона Сергенко. Автоперевозчики города без предупреждения сократили количество автобусов на маршрутах практически вдвое. Людям приходилось ждать на остановках по часу и даже больше. Тысячи ускаменогорцев в результате опоздали на учебу и работу. Впрочем, автоперевозчиков проблемы населения мало волновали. Их цель выбить из Акимата повышение тарифа минимум на 20 тенге. Эту идею они лелеют уже несколько месяцев. Городской Акимат не разделяет идей предпринимателей и вопрос пока находится на стадии рассмотрения. Сегодняшний демарш перевозчиков заставил стать чиновников в 6 утра. У нас в городе 10 перевозчиков. Из них мы с 8 перевозчиками уже отработали вопросы все, чтобы они выполняли рейс. Остался вопрос у нас с двумя перевозчиками. Это то Урост и то Уоско, которые на сегодняшний день у нас худшие показания показывают. А под другим автоперевозчиком уже ситуация стабилизировалась, нормально работает. Два автоперевозчика, с которыми пока не удалось договориться, крупнейшие в городе и контролируют больше половины маршрутов. Именно поэтому перебои с автобусами заметили все без исключения горожане. Безобразие. 40 минут стою на остановке, автобуса все нет. Уже опоздала на работу. О том, что перевозчики требуют повышения тарифа, в городе знают и предсказуемо не одобряют. Так все дорожает. А если еще транспорт поднимется, тогда вообще без штанов останемся, что ли. Бизнесмены, если тарифы не изменятся, грозят перестать обслуживать маршруты на выходных. Власти и перевозчики сели за стол переговоров. Создана специальная комиссия, которая должна найти выход из ситуации. Антон Сергенко, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск. Антон Сергенко, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск.